Здравствуйте, дорогие друзья! Используем сегодня природу. Понравилось людям, как птички пели. Итак, мы с вами подошли к шабату хазон, к шабату виденья. Мы с вами подошли к огромному рубежу перед 9 мау и вообще рубежу этого года. Мы должны были уже выучить то, что должны были в этом году выучить. Принять решения, которые должны были принять. Давайте вернемся опять к 104-му псалму. Сказали мудрецы, ты простираешь твой, наступает ночь. Это наш мир, наш мир, который подобен ночью. Задумайтесь, насколько вообще чудесна эта мысль, чтобы ее глубоко понять. Ночная тьма, она приводит, говорят мудрецы, человека к другу видов ошибок. Либо закрывает его глаза, и он вообще ничего не видит перед собой. Либо видит и обманывается, и при этом он принимает, я знаю, столб за человека, человека, может быть, за столб и так далее. Так и материальность этого мира. Это ночная тьма для разума. Она обманывает нас двумя способами. Во-первых, не позволяет увидеть препятствия, лежащие на путях, и не сделать из этого выводы. И люди, написано, бредут, уверены в собственной безопасности, падают и погибают, даже не испугавшись. А вторая жибкая, еще тяжелее первое. Она искажает видение того, что ты вообще видишь, и зло кажется настоящим добром, и добром зло. Вот в этом вот проблема человека. И с этим мы подошли вот к тому самому храму. Знаете, вот произошло то, что произошло, и с основным государством Израиль, отвоевана была западная стена. Скажите, давайте теперь подумаем, а что это за такое счастье великое? Это ведь только искра, это знак, что грядет нечто великое. Вот скажите, если у человека разрушили дом, уничтожили все, разве он будет радоваться, придя к руинам, обнаружим, что одна слена уцелела? Нет? А что же мы радуемся тогда? Чего мы радуемся того, что стена в наших руках? Да потому что это мы чувствуем, чувствуем, что это только начало, начало этого освобождения, что все будет иначе. Обратите внимание, есть один закон. Есть хорошее пророчество, есть плохие пророчества. Есть пророчества, которые говорят нам о том, что сейчас будет много всякого плохого, и говорят, что есть хорошее. Так вот, хорошее пророчество обязательно сбывается. Это закон. Закон Бога. А плохое обязательно должно не сбыться. Объясню еще раз. Плохое пророчество приходит к нам в голову, в мысль, в жизнь. Только для того, чтобы мы поняли, что вот так вот это приведет к этому. Исправили, и все ушло. Вот как должно быть. Поэтому пророчество о том, что наступят там всякие неприятности, оно зависит от нас. Если мы поймем, что надо делать, хоть чуть-чуть, хоть каждый, хоть по одному шагу. А что делать? А что именно делать? Написал Мендалл Эскотска такую интересную вещь. Души спускаются из небесного предела на землю, по лестнице. Затем эту лестницу убирают, а потом призывают души вернуться на небо. Есть души, которые при этом даже не двигаются, смотрят, что делать. Другие начинают подпрыгивать, но падают, и там оставляют попытки. А есть такие, которые понимают счету всех усилий своих, но все равно не оставляют старания. Просто берут и пробуют раз за разом, раз за разом, пока Бог не протягивает им руку и помогает подняться. Вот такая вот история того, что нам нужно. Кто понял, тот понял. Сегодня перед нами шаббат видения. Это уникальный шаббат, когда написано, что каждая душа может увидеть сегодня во сне третий храм. А что это значит увидеть третий храм? Меня вообще интересовало, что значит сон такой будет или что? Написано, что дважды нам было даровано место божественного пребывания среди нас. Дважды два храма. Мы оказались недостойны этого дара. И что? Ну и сгоняли Бога из своей нашей жизни. Тогда Бог построил нам третий храм, в отличие от двух предыдущих, которые построены человеческими руками. И поэтому могли быть уничтожены человеческими поступками. Третий храм, он вечен, как и вузочий. Он невозможно уничтожить. Но Бог, понимая, с кем он имеет дело, не дал нам ключи пока от этого храма. Ограничил этот храм пока небесной сферой за пределами видения и ощущения земных людей. Но каждый год в Шаббат-видение Всевышний показывает нам третий храм. И наши души, каждого человека душа увидит этот храм. Наши души созерцают вот это видение мира, пребывающее в согласии с самим собой. Что такое третий храм? Что увидят тут красивое здание. Нет, они видят мир, который будет, после того, как люди перестанут сходить с ума. Они увидят мир такой, как он должен быть, как он был задуман Богом. Вот такой мир мы обязательно можем увидеть. Душа наша увидит, а еще и может увидеть каждый из нас, если мы хоть что-то сделаем для наступления этого мира. Брахавы от слахах, шаббат шалом, всего самого лучшего.